Привет всем! Очередной раз мы на том же поле Штутгарда, но немного с другого ракурса, так как в том месте грызюка. Часть поля, то есть половина поля уже убрана. Был небольшой период такой, когда у нас прекратились дожди. Лук просохший на складах, как нам сообщили. Сейчас поедем все, посмотрим на складах, как это что происходит. То есть уже он сортируется, убирается в мешки, подготавливается на отправку. Как нам сказали, что объем необходимый для нас, то есть 300 тонн, которые говорили по предоплате уже произведен, то есть договора есть и лук готовится к отправке. Сейчас будем заниматься, как я говорил, транспортом, искать, подбирать необходимый транспорт, как можно больше его удешевить. То есть надеемся заключить хорошие договора с транспортными компаниями, так как объемы приличные и дальше будут еще больше. Поле, я думаю, вам сейчас плохо видно. Сейчас уборка прекратилась, и так как у нас пошли дожди очередные, но в принципе к концу недели, обещают у нас второе лето, и лук дальше подсохнет, весь соберется и также будет убираться в хранилище склады. Не знаю пока, что будет с остальным луком, то есть с 50% которые еще лежат на поле, то есть дадут ли его нам. Но поедем сейчас к хозяину этого фермерского хозяйства, там все решим, и думаю, для вас в течение нескольких секунд уже на обратном пути из машины сообщим дальнейшие действия. То есть будет ли Штутгарт в наличии, или он как-то разойдется тут по своим клиентам данного фермерского хозяйства. Сортировочная машина. Сортируется на три фракции. Сейчас сортировка временно прекращена, так как прошел дождь, уборка прекращена. Как только станет хорошая погода, дальше пойдет. То есть по этим транспортировочным лентам далее лук идет в хранилище, где раскладывается к мешкам. Не будем мешать людям работать. Также приехал к нам человек с Новороссийска. С Новосибирска, извиняюсь. Посмотреть. Так. В складах темно. Здесь снимать не буду. Сейчас покажу среднюю фракцию. Жалко, не включил подсветку. Сейчас пройдемся. Ничего, я как представляю, вам не видно. Здесь чуть освещенность получше. Нужно было включить, конечно, фонарик на полношете. Ну вот, средняя фракция. Уже на тот предзаказ, который оплачивался по предоплате, то есть 300 тонн уже собрано лука. Это где-то, я думаю, вторая или третья часть поля. Так что, за что мы переживали, чтобы тот заказ, который был предоплачен, хотя бы именно его, чтобы не краснеть потом, что не набрали. То есть, все будет хорошо. То есть, необходимый объем набран. И сейчас будем решать вопрос о дальнейших оплатах заказов. Итак, как и говорил вам, результаты нашей поездки. Посмотрели, ну, как вы только что и видели, посмотрели хранилище, посмотрели лук. Лук в отличном состоянии. То есть, сейчас его калибруют. Что-то у них там еще случилось с калибровочной машиной. Но она сейчас налаживается, пока перебирают вручную. Но тоже неплохо. Насчет дополнительных объемов лука. То есть, ничего не решили. Хозяина полей на месте не оказалось. По телефону связались. И пока такое предварительное решение. То, что будем ждать окончательно. То есть, когда уберется полностью вещь тут-ка с полей. И там уже будет решаться, как он... То есть, какие объемы останутся на хранении. Если они вообще останутся. Какие объемы уйдут клиентам самого фермера. И что-то, возможно, останется и для нашего сообщества. Ну, а сейчас мы едем еще в одно хозяйство. Надеюсь, найдем его. Папа тут созванивался. Мы были в нем всего один раз. Но в начале лета и заезжали чуть по дороге. Но все расскажем, все покажем, если доберемся. Там выращивается каратарский сорт лука. Также неплохой лук. Но об этом поподробнее чуть позже. Всем пока. На связи Бальцановы. Сложно. Виталий, привет. Слушай, мы сейчас в аэропорту. Значит, выехали на эту узкую дорожку. Чтобы на Старочешминскую. Не на Уфу, а на Старочешминскую. Значит, туда будем выезжать. К этому поселку. И что нам? Как тебе пробраться? Все понятно. Ладно, там созвонимся еще. Это, там подъехать можно не утонуть, чтобы не завязывать? А то у меня машинка. Ага. Ну, хотя бы где-то. А лук-то мы можем просто взглянуть? Что он? Где-то есть там с края? Ладно, давай сейчас к тебе пробираемся. Давай.